Буквально вчера мне поступил звонок из аппарата Уполномоченного Российской Федерации в ЕСПЧ по поводу выплаты по постановлению Европейского суда. Это дело Капустин против России, что там выплата есть заявителю, выплата представителю. И я написал заявление представителя о двух выплатах, направил это в аппарат Уполномоченного Российской Федерации в ЕСПЧ по электронной почте, точнее через веб-сайт Министерства юстиции. Подумал, что у нас электронное правительство, такие письма можно отправить. Предварительно я проверил, можно ли это сделать через госуслуги, этого невозможно сделать. И вот спустя несколько дней, когда, видимо, электронное письмо в Минюз поступило, мне позвонили. Спасибо большое, проинформировали о том, что Министерство юстиции, к сожалению, не общается по электронной почте, точнее, не производит выплаты по постановлению Европейского суда, если заявление об этой выплате поступило в электронном виде. Почему я с вами сегодня делюсь? Ну, чтобы сэкономить вам там несколько дней, а может быть недель времени, не пишите электронные письма в Министерство юстиции, в аппарат Уполномоченного Российской Федерации, в ЕСПЧ, пишите бумажные письма, заявления с просьбой выплатить компенсацию, присужденную Европейским судом по правам человека. Им нужна, в Министерстве юстиции, нужна обязательно ваша живая подпись. Вот, чем я хотел, о чем хотел с вами сегодня я поделиться. Ну, я надеюсь, эти эфиры будут регулярными. Присылайте ваши вопросы, на которые мы будем отвечать. Я буду отвечать, делиться какими-то своими новостями, которые могут быть полезны вам в вашей практике, в работе с Европейским судом по правам человека. Ну, все, пока. Пишите письма, клеите марки, пишите письма не электронные, обязательно бумажные. Старайтесь подписывать эти письма синей ручкой, чтобы Минист точно мог понять, что это оригинал. Да, хорошо, что еще не просят заверять эти заявления у нотариуса, не тратить на это деньги. Ну, пока. Пишите письма, клейте марки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok